Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Семен Янкевич, я являюсь заместителем декана факультета права по учебной работе, и я рад от имени руководства факультета права и преподавателей наших научных сотрудников приветствовать вас на дне открытых дверей открытой правовой школы. А факультет и вышка в целом очень много сил и времени своих собственных ресурсов инвестирует в работу со школьниками, в работу со школами в разных регионах, не только в Москве, вы знаете, вышка объединяет четыре крупных города, у нас появляются базовые школы в других городах и регионах России, и открытая правовая школа – это такое логичное продолжение этой политики и университета, и факультета. Безусловно, это большой и просветительский проект, который позволит вам окунуться в вопросы права, познакомиться с разными отраслями. И если кто-то из вас впоследствии станет абитуриентом нашего факультета, поступит на наши программы бакалавриата, то считайте, больше награды для нашей работы нет, мы все делаем верно и движемся в правильном направлении. Открытая правовая школа – это команда талантливейших студентов и аспирантов факультета, которые очень ответственно подготовились ко встрече с вами для того, чтобы этот путь знакомства с правом был для вас максимально интересным и увлекательным. Я уверен, что так оно и будет. Можем считать День открытых дверей открытым. Я передаю слово руководителю проекта Виолетте Баджанимаевой. Коллеги, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо, Симон Васильевич. Добрый день, уважаемые друзья. Мы рады приветствовать вас на Дне открытых дверей. И прежде чем мы сейчас познакомимся с преподавателями и более подробно узнаем о содержании дисциплин, я кратко расскажу некоторую информацию об учебном процессе. Одну секундочку. Хорошо видно, да? Мы предлагаем к изучению на выбор 13 дисциплин от фундаментальных, например, римское право или теория государства и право до авторских. Сегодня вы с ними более подробно ознакомитесь. Хочу напомнить, что прием заявок идет до 2 октября включительно. Заявки принимаются на официальном сайте открытой правовой школы. Пожалуйста, обратите особое внимание, что при подаче заявки вам необходимо прикрепить текст выполненного задания. Если у вас возникнут вопросы по поводу заданий, вы можете либо сегодня задать вопрос преподавателям, либо написать мне на почту. Я еще в чатике продублирую адрес своей почты. Сейчас мы ведем набор на первый семестр, который продлится с 10 октября по декабрь 2022 года. При успешном завершении дисциплины, то есть когда вы выполните все необходимые требования, вы получите электронный сертификат. Напоминаю, что наши занятия будут проходить в онлайн формате. При этом система оценивания, расписания будут как в Вышшей школе экономики, как в Вышке. Вы узнаете, что такое накопленная оценка, активность на семинарах. У вас будут проходить лекционные занятия, коллоквиумы и семинарские занятия. Кроме того, есть неоспоримые преимущества. Вы будете первыми получать информацию об предстоящих олимпиадах, конкурсах и других важных событиях Вышшей школы экономики. В мае 2023 года будет проходить олимпиада открытой правовой школы. Она будет только для слушателей, для учеников 10-11 классов. Для того, чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо получить положительную оценку минимум по одной дисциплине. Победители и призеры получают баллы за индивидуальные достижения при поступлении на факультет права. За первое место 3 балла, за второе место 2 балла и за третье место 1 балл. Такая возможность сохранится у вас на протяжении двух лет. Олимпиада будет также проходить в онлайн формате, но с использованием проктеринга. Эта система активно используется в Вышшей школе экономики при проведении экзаменов и исключает полностью списывания и любые мошеннические действия. Сейчас мы приступим к более близкому знакомству с нашими преподавателями и с содержанием дисциплин. Хочу отметить, что было бы здорово, если бы вы сразу после выступления преподавателя задавали вопросы. Наверное, будет удобно, если вы будете писать ваши вопросы в чатике, и потом уже после выступления преподавателя мы будем эти вопросы озвучивать. Но не беспокойтесь, если у вас возникнут вопросы уже после выступления преподавателя или после завершения дня открытых дверей, вы можете направлять их мне на почту, и мы постараемся оперативно ответить на все ваши вопросы. Так, и я передаю слово первому преподавателю, Анастасия. Спасибо. Да, всем добрый день. Я очень рада начать нашу презентацию, и начинаем мы со знакомства с курсом «Право и искусство». Соответственно, это авторская дисциплина, как я уже сказала, меня зовут Рябова Анастасия, я являюсь студентом второго курса магистрской программы «Международное частное право и международный коммерческий арбитраж». Также я являюсь юристом, младшим юристом практики разрешения споров и реструктуризации бизнеса юридической фирмы «BGP Litigation». И помимо этого, в сферу моих академических интересов как раз входят вопросы взаимодействия права и искусство, правовые основы художественного рынка, арт-рынка, и я являюсь участником проектной группы Высшей школы экономики «Право и искусство». Если вам вдруг интересно, что же вообще такое право и искусство, и чем занимаются люди, которые погружены в эту среду, вы можете пойти по QR-коду и посмотреть, в принципе, на деятельность проектной группы «Право и искусство». И вот в качестве примера на слайде я как раз привожу результат. Один из результатов нашей работы – это был календарь, который сейчас является промокалендарем факультета права НИУВШЕ и, соответственно, отражает в каждом месяце самый значимый приговор в истории. Теперь коротко о дисциплине. Из названия вы можете увидеть, что, по сути, наверное, дисциплина будет складываться из ответа на три вопроса. Что такое право, что такое искусство и как они связаны. Это действительно так. Если мы говорим о фундаментальных теоретических вопросах, то они звучат именно как представлено на слайде. Но помимо этого, поскольку наш курс достаточно большой и будет включать в себя достаточно разные аспекты вот этих вот трех явлений, мы посмотрим еще несколько интересных блоков вопросов. Начнем мы наш с вами курс теоретических вопросов. Куда же без них? Этому будут посвящены несколько занятий, предположительно, первое и второе, где мы с вами посмотрим, что же действительно такое право, что такое искусство, какие есть научные подходы к их пониманию и как, собственно говоря, право у нас отражается в искусстве. В том числе и в литературных произведениях, в художественной живописи, в музыке, в кино и так далее. Затем мы с вами перейдем к анализу восприятия права как искусство. Здесь, на мой взгляд, у нас с вами будет, наверное, больше практической части. Мы с вами посмотрим, как нам нужно оформлять документы, что такое символизм в праве, что такое legal design, который сейчас достаточно популярен в юридической профессии. И мы с вами потренируемся, в принципе, составлять юридические документы, изучим, какие у нас есть стили и способы изложения текста и как же правильно нам выстраивать спочку доказывания в юридической сфере. Затем мы с вами перейдем уже более подробно к таким, скажем, более юридическим вопросам. Это будут у нас отраслевые аспекты взаимодействия права и искусства. В частности, мы посмотрим некоторые международно-правовые аспекты регулирования сферы искусства, затронем все области гражданского права, в том числе сделки с предметами искусства, обязательства в рамках указанных сделок, посмотрим, какие договоры у нас заключаются специальными субъектами и не специальными субъектами в этой сфере, а также погрузимся в административные и уголовно-правовые риски, соответственно, связанные с объектами искусства. Такие у нас тоже есть. Затем у нас будет четвертый блок, он тоже достаточно интересен и посвящен праву и цифровому искусству. Наверное, вы уже знаете и читаете в новостях, что у нас действительно сейчас существуют тенденции цифровизации искусства, появляются новые популярные направления, такие как NFT, Digital Art, Legal Tech. Вот мы с вами как раз и узнаем, что это такое, как это применять на практике и при чем вообще здесь юристы, потому что про указанные явления на самом деле говорят все, но больше всего они интересны, конечно, правовой сфере, поскольку любое новое явление его нужно регулировать каким-то образом. И вот каким мы с вами как раз будем изучать. И затем пятый блок, финальный, ему будет посвящено также два занятия в конце курса. Это самые, пожалуй, практикоориентированные вопросы роли искусства, предпринимательской деятельности и корпоративного управления. Вы наверняка также зачастую встречаете в новостях, как те или иные субъекты крупного предпринимательского сектора покупают картины, открывают галереи, делают музеи. И мы с вами, собственно говоря, посмотрим, зачем же этим заниматься. Помимо этого, внизу вот указаны шесть основных аспектов, самых интересных в данном направлении. Это, разумеется, инвестирование в рынок искусства, финансовые инструменты, которые есть, реализация творческого потенциала в профессии юриста и в бизнесе в общем, и также отдельные аспекты благотворительной деятельности и частных коллекций искусства. Для кого же этот курс будет полезен? На самом деле, поскольку наш курс, он достаточно миссисциплинарен и включает в себя, как вы уже могли понять, исходя из блоков, представленных ранее, очень много вопросов из других отраслей, не только из юриспруденции, но и из других наук, этот курс будет полезен, на самом деле, на мой взгляд, абсолютно всем. Мы с вами разберем и вопросы, касающиеся таких сфер, как литература, кино, история, музыка, живопись и так далее, и также посмотрим отдельные аспекты, связанные с экономической стороной, с менеджментом, с инвестированием и, собственно говоря, непосредственно с юриспруденцией и искусством. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, буду рада на них ответить. Друзья, если у вас есть вопросы, вы можете их задать, либо написать в чатик. Спасибо большое. Я так понимаю, что вопросов нет. Спасибо огромное. Тогда мы не будем задерживать Анастасию. Спасибо. И мы приступаем к следующему выступлению. Коллеги, всем добрый день. Теперь настала моя очередь представлять свой курс. Он, на самом деле, очень связан с курсом предыдущего спикера, потому что он тоже авторский и тоже на достаточно актуальную тему, связанную с новыми технологиями, с цифровизацией и всеми смежными явлениями – это курс по IT-праву. Давайте для начала я немножко представлюсь. Меня зовут Леонтьева Наталья. На сегодняшний день я практикующий юрист. У меня уже где-то два с половиной года стажа работы. И весь этот опыт, он был как раз-таки в сфере цифрового права. На сегодняшний день я работаю в юридическом консалтинге, и как раз-таки практика в компании, где я работаю, она непосредственно посвящена цифровому праву. Поэтому все, что я буду рассказывать, основывается на реальном опыте, реальных кейсах, которые у меня были, не только на теории. Помимо этого, я учусь в вышке на первом курсе магистратуры цифрового права. Здесь у меня тоже все непосредственно пересекается с тематикой наших занятий. Раньше я тоже училась в вышке, заканчивала бакалавриат, выигрывала различные конкурсы по IP-IT, которые мне также помогут рассказать вам что-то интересное. Следующий момент, который хотелось бы проговорить, это зачем вообще идти на курс по IT-праву, будучи школьником. Казалось бы, вы еще не изучали, можно быть, так подробно все, даже базовые дисциплины, а тут сразу вам предлагают IT-право. Почему все-таки об этом стоит задуматься? Если вы заинтересованы в развитии своей карьеры, вы наверняка смотрите на то, какие профессии в будущем будут привлекательны, перспективны и иметь шанс на выживание. Наверняка знаете, что сейчас активно говорят о том, что некоторые профессии вымирают, уходят в прошлое и не являются актуальными. И вот если вы откроете любой справочник о профессии будущего, исследования консалтинговых компаний или, может быть, рекрутинговых агентств, везде будет что-то фигурировать, связанное с IT. Это будут инженеры в сфере искусственного интеллекта, инженеры-разработчики, онлайн-менеджеры и так далее. Так что все это соприкасается с твоими технологиями. И в юриспруденции происходит то же самое. Если вы немножечко сузите свой поиск и вобьете что-то, связанное с будущим юриспруденции, вы увидите слова про легалтех, про юриста в IT, юриста, который сопровождает цифровые проекты и прочее, прочее. Поэтому это, наверное, та дисциплина, которая сейчас имеет чуть ли не одно из самых сведелых будущих в юриспруденции. И если вы задумаетесь о том, чтобы в нее пойти и начнете уже двигаться по своему, пусть и самому начальному, тем не менее, карьерному треку со школы, у вас, соответственно, будет достаточно сильное конкурентное преимущество. На нашем курсе мы попытаемся охватить самые ключевые вопросы, которые возникают в юриспруденции применительно к развитию новых технологий. Конечно, будет некоторая вводная тема, тема номер один. Далее мы перейдем уже к конкретным аспектам. Например, рассмотрим, как юридически регулируются все сделки в сфере электронной коммерции. То есть то, что вы наверняка уже проделывали сами, заходя на какой-то сайт, оформляя подписку, покупая товар. На самом деле кажется, что все происходит просто, но для права здесь очень много спорных моментов, которые заслуживают внимательного обсуждения. Конечно, мы не обойдемся без вопроса интеллектуальной собственности, потому что весь контент, который вы видите в интернете, кем-то создан. Соответственно, на это есть интеллектуальные права. Как это можно и нельзя использовать? Как это использовать правомерно? Что делать, если вам необходим доступ к какому-то материалу, а он охраняется авторским правом? Поговорим об обработке персональных данных. Это тоже одна из самых насущных тем на сегодняшний день. О том, как защитить свою приватность, как отстаивать свои права в этой части и так далее. И поговорим про то, как на сегодняшний день государство пытается регулировать и в чем-то ограничивать поведение участников отношений в сети интернет. На самом деле многим кажется, что интернет – это пространство вседозволенности, но на самом деле в последнее время государства все больше пытаются контролировать и подчинять себе интернет-пространство. И это мы тоже рассмотрим в рамках моих занятий. Что касается формата, это будет смешанный формат, состоящий из лекций и семинаров. На лекции я вам буду давать какую-то теоретическую информацию, которая вам понадобится для уже семинарских занятий. А на семинарских занятиях как раз-таки мы будем общаться с вами все вместе. Причем общаться не просто по, может быть, такому скучному формату школьных занятий или таких-то не самых интересных семинарских занятий в вузах. Мы не будем идти по списку вопросов, а преимущественно будем рассматривать конкретные кейсы, которые возникают в цифровой среде, может быть, даже моделировать возможные споры, где вы будете представлять ту или иную позицию. Рассматривать дела, которые действительно были, уже там в судах рассматривались и прочее, прочее. Выполнять практические задания, которые покажут наглядно, что сейчас в интернете происходит и как право на это влияет. Я параллельно с основными занятиями буду вам рассказывать, как можно полученные знания применить в рамках школьных олимпиад и конкурсов. На самом деле за последнее время достаточно много заданий в олимпиадах по праву, в олимпиадах по обществу знанию связаны именно с тематикой регулирования информационных технологий. На конкурсах проектов, которые в том числе проводят некоторые вышки, другие университеты, очень выгодно смотрятся проекты по тематике цифровых технологий. Поэтому о таких мероприятиях я вам тоже расскажу, где-то сориентирую, какие темы интересно взять, интересно посмотреть. Конечно, у нас будут какие-то промежуточные итоговые тестирования, но они не будут составлять большую часть наших занятий. Преимущественно они нацелены на общение, а не на выполнение каких-то, опять же, скучных, неинтересных тестов. Чтобы попасть на курс, нужно, как уже сказали коллеги до меня, выполнить задание. Мое задание связано с конкретной ситуацией, то есть вам нужно представить себя на месте фаундера какой-то социальной сети и понять, какие возможные вопросы у вас возникнут. Здесь я, конечно, не ожидаю того, что вы напишете полноценное юридическое заключение. Мне интересно посмотреть, как вы думаете, поэтому, пожалуйста, не пугайтесь того, что вам нужны какие-то ссылки на законы множественные привозить. Нет, просто расскажите мне, что вы думаете на месте героя этой задачки. И я буду ждать ваших выполненных заданий и буду ждать вас на нашем курсе. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Большое спасибо, Наталья. Друзья, если у вас есть вопросы, вы можете их написать в нашем чатике либо задать устно. Я так понимаю, что вопросов нет. Тогда мы переходим от самого современного права пойти право к древнему кримскому праву. Да, друзья, всем привет. Всех рад приветствовать в этот прекрасный субботний день. После замечательных выступлений моих коллег Натальи и Анастасии я вас вынужден вернуть к более классическому курсу, а именно курсу римского права. Расскажу немного о себе. Секунду. Меня зовут Арнольд Шикарян. Я, соответственно, магистрант второго курса факультета права в вышке. Учусь на программе частное право. Бакалавриат закончил Юрфак МГУ. Специализируюсь на вопросах вечного, договорного, а также вечного договорного права, а также общей теории права. В рамках практической деятельности занимаюсь частной практикой. Что касается римского права, я подумал, что будет интересно вкинуть вам несколько цифр. Один специалист по составлению презентации мне как-то сказал, что чем больше цифр презентации, тем лучше. Начнем с цифры 3. Один известный юрист немецкий 19 века, Рудольф Еринг, чьи труды оказали существенное влияние на современное право, он сказал, что римское право три раза влияло на мировые законы. Во-первых, оно повлияло, когда Рим завоевал с помощью своей армии вот эти громадные территории, которые были известны потом под названием Римская империя. Во-вторых, после распада этой самой Римской империи на тех же самых территориях действовала Римская церковь, которая также оказывала влияние на различные законы. И третий, самый важный фактор, который до сих пор продолжает оказывать влияние, это римское право. Рецепированное в средних веках, оно и по сей день оказывает влияние, имеет важное значение для всех правовых систем. Самый древний, писанный источник древнего римского права считается написанным примерно 25 веков назад. Вы можете задаться вопросом, а зачем нам это древнее, пыльное, античное право? Мы живем в современной России, у нас там цифровизация полным ходом, зачем нам Рим? Зачем нам римское право? Я вам отвечу так, уважаемые слушатели. В римском праве лежат корни и истоки практически любой современной системы права, в том числе и российской. И понимание, и осознание того, как работают все эти институты, оно способствует вашему статусу, вашей экспертизе в качестве профессионального юриста. Многие вузы, наверное, в России, я так скажу, они довольно поверхностно разбирают там римское право на первом курсе и потом как бы забивают на это. Мы с вами пройдем какие-то основы, какой-то базис римского права, чтобы вы, если вдруг вы все-таки решите избрать юридическую деятельность как свой профессиональный путь, будете изучать это римское право в университете, смогли легче осознать эту дисциплину и, возможно, глубже погрузиться в какие-то определенные вопросы. И последняя цифра – значок бесконечности. Это пафосно, я специально так сделал, чтобы вы осознавали, что это действительно так. Римское право продолжает оказывать влияние на бесконечное количество норм и правопорядков. Кому нужен этот курс? Собственно, как я уже сказал, этот курс нужен, наверное, в первую очередь тем, кто уже задумывается над тем, хотел бы ли он стать юристом или уже твердо уверен в этом, либо даже если вы так вот не планируете остановиться юристом, вам просто интересная история, вам просто интересно каким-то образом дополнительным расширить свой кругозор, узнать что-то новое, вам также будет полезен этот курс. Что касается нашего плана занятий, мы с вами пройдемся по таким условно-классическим темам, которые, в принципе, охватываются все римское право, то есть мы поговорим с вами о значении римского права, о его истории и затем дальше по списку пойдем источники, про граждан Рима поговорим, про способы защиты их прав, про то, как регулировали права на вещи, на землю, договоры и так далее, правонарушения. Мы это все с вами вместе разберем. Занятия будут строиться как бы из лекционной части, где я буду вам начитывать какую-то информацию, задавать там, возможно, какую-то литературу прочитать, ну, не сильно огромную, понятно, потому что она специфическая. И также из семинаровской части, где мы с вами будем обсуждать какие-то интересные вопросы, возможно, решать какие-то задачи, над которыми до сих пор бьются романисты, так называются ученые, которые занимаются римским правом. Значит, какое отборочное задание? У меня отборочное задание выглядит следующим образом. Я хочу увидеть от вас, Сэм, на тему, почему мне интересно изучать римское право. Тут нет какого-то правильного ответа, да, или неправильного. Мне просто хочется узнать вашу мотивацию, вот, что именно вас интересует, почему вы думаете, что римское право, оно является таким интересным предметом для выбора и так далее. Вот, поэтому никак себя не ограничивайте, я жду услышать ваши мысли. Вот, на этом, наверное, все. Спасибо за внимание, вот, если есть вопросы, готов ответить. Коллеги, есть ли вопросы? Отлично, большое спасибо за оригинальное выступление. И мы сейчас переходим к не менее фундаментальной дисциплине, к конституционному праву. Никита. Да, спасибо большое, Валерия Валерьевна. Итак, добрый день, коллеги, всех безумно рад видеть в этот субботний день. Меня зовут Дюков Никита. Я являюсь студентом третьего курса факультета права программы юриспруденция и частное право. Сам я являюсь двукратным призером Всероссийской олимпиады школьников, призером ряда перечневых олимпиад. И на первом-втором курсе моей основной деятельностью была подготовка, собственно говоря, школьников к олимпиаде. Сейчас я являюсь стажером практики здравоохранения и технологий юридической фирмы BGP Litigation. Давайте мы собственно говоря с вами обсудим почему нам может понадобиться этот курс, зачем нам изучать конституционное право и зачем нам делать это в школе. Когда я постоянно занимался подготовкой школьников к олимпиаде, мы с коллегами провели небольшое статистическое исследование, из которого мы собственно говоря выяснили, что сопоставляя количество заданий, формы заданий, которые встречаются на на школьных олимпиадах конституционное право входит в топ-3 отраслей права по количеству заданий. Поэтому, исходя из какой-то практической применимости участия в различных интеллектуальных состязаниях по праву, вам конституционное право безусловно в любом случае пригодится. И более того, на каких-то отдельных олимпиадах задания по конституционному праву вообще могут составлять большинство. Например, на такой олимпиаде, как олимпиада ломоносов. Там очень часто встречаются достаточно объемные задания по конституционному праву. Исходя из системного понимания права, очень важно понять и изучить конституционное право, потому что конституционное право составляет базу всего действующего законодательства, и в общем-то все действующее законодательство, оно живет по, скажем так, тем правилам, которые сформулированы в рамках конституционного права. И поэтому для того, чтобы понять какие-то базовые вещи, очень важно разобраться с базовыми институтами конституционного права. Более того, конституционное право еще важно для нашей с вами повседневной жизни, потому что вокруг нас происходит большое количество различных процессов, с которыми мы можем ознакомиться в новостях или из других каких-то публичных источников. И для того, чтобы понять собственно правила игры, по которым это все происходит в публично-правовой скажем так сфере, важно ознакомиться с конституционным правом. Также конституционное право закладывает основные начала других отраслей права, и поэтому когда вы будете разбирать например источники той или иной отрасли права, то вы скорее всего будете начинать с конституции, так как конституция закрепляет определенные самые важные базовые ценностные положения той или иной отрасли права, неважно это гражданское право или уголовный процесс, условно говоря. И также знание конституционного права вам очень поможет на первых курсах вуза, так как у вас собственно будет курс по конституционному праву на первом или на втором курсе юридического вуза, и более у вас будут другие базовые курсы, которые так или иначе напрямую связаны с конституционным правом, например, судебная власть и правоохранительные органы, или теория государства и права, здесь тоже конституционное право достаточно ценно. По поводу структуры программы курса и вступительного задания вы можете ознакомиться с ними на сайте, мы будем с вами на лекционных занятиях разбираться с таким нарративным материалом, с такими базовыми важными знаниями именно для Олимпиад. На семинарах мы постараемся с вами обсудить именно какие-то интересные проблемные моменты, а не просто пересказывать то, что мы с вами и так уже обсудили на лекциях. И форма вступительного контроля тоже на сайте имеется, вам нужно будет написать небольшое эссе по теме можно ли обойтись без конституции. Тоже я каких-то здесь, как коллеги, глубоких теоретических изысканий от вас не жду, просто хотелось бы посмотреть на ваш ход мыслей. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Никита, я, наверное, сделала просто общий вопрос от Анны. В чате какие еще темы, кроме конституционного права, часто встречаются в олимпиадных заданиях? Я думаю, что все дисциплины, которые преподаются в открытоправовой школе, они вам пригодятся при подготовке к олимпиадам. Да, это действительно однозначно так, я здесь полностью согласен, я просто привел статистический такой факт. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы непосредственно по дисциплине Никиты? Если нет, то тогда мы приступаем к следующему выступающему, который будет преподавать очень-очень интересную дисциплину для несовершеннолетних. Юля? Да, спасибо большое, Виолетта. Итак, дорогие друзья, всех рады сегодня видеть в этот субботний день. Меня зовут Мухина Юлия, я буду вести дисциплину права, обязанности и ответственность несовершеннолетних. Давайте вкратце расскажу о себе, и вы сразу же поймете, почему я веду эту дисциплину. Я являюсь магистром образовательной программы факультета права, адвокат по гражданскому уголовным делам, также я являюсь младшим юристом практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation. Более того, при BGP Litigation создан благотворительный фонд юристов помогает детям, где я также являюсь младшим юристом. Также я выступаю на различных конкурсах, конференциях для студентов и пишу научные статьи. Соответственно, именно выбор моей дисциплины обоснован тем, чем я занимаюсь на работе. То есть, по итогам изучения дисциплины мы обязательно с вами попытаемся найти ответы на вопросы, которые представлены на слайде. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы вы научились именно практическим каким-то навыкам, получили те знания, которые помогут вам ответить на ряд вопросов. В частности, можно ли вам обращаться с иском в суд, например, или можете ли вы, будучи несовершеннолетним, выдать доверенность. Также, какие вообще действия следует предпринимать подростку, если, например, его задержали либо же привлекли к ответственности. Ну и, в принципе, мы изучим с вами такие, ну выработаем даже, скажем так, такие определенные инструкции действий, там, допустим, если подростка обманули при трудеустройстве или если же там нарушаются какие-то его образовательные права. Вкратце, на слайде приведены основные отрасли права, которые мы затронем по мере изучения курса. Соответственно, вы будете так или иначе соприкасаться с семейным, наследственным, гражданским, уголовным, с обоими процессами, как гражданским, так и уголовным. И, соответственно, также мы затронем некоторые аспекты права интеллектуальной собственности, административного права и международного права. Более того, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что все наши занятия, они будут представлять собой непосредственно лекции и семинары. Но на лекциях мы будем разбирать именно то, что вам интересно. Поэтому в отборочном задании как раз-таки указаны те варианты возможных кейсов, которые мы будем разбирать на практических занятиях. Именно поэтому я прошу вас их решить, чтобы впоследствии мы уже смогли с вами определить те темы и направления, которые будем изучать в большей степени. Закончить свое выступление я бы хотела мотивационной такой цитатой. Я сама являюсь выпускницей бакалавриата в МГЮА. И, соответственно, сейчас я учусь в высшей школе экономики и с каждым годом убеждаюсь все больше и больше, что мы учимся не для школы, а для жизни. И все то, что мы изучаем каждый день на семинарах, на лекциях, пригождается нам. Именно поэтому я хочу, чтобы мой курс также помог вам разобраться в каких-то ситуациях, в которых потенциально может оказаться каждый из нас и чтобы он всегда знал, как ему действовать. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рада на них ответить. Большое спасибо, Юля. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к Юле? Вы можете их задать устно или написать в нашем чатике. Вам задали вопросик в чатике? Давайте, пожалуйста, пока, наверное, мы остановимся на этом вопросе. Я так понимаю, что более подробно про отборочные задания на вашу дисциплину? Конечно. Спасибо большое за вопрос. Соответственно, если говорить про отборочные задания на мою дисциплину, там три основных задания, которые представлены на сайте. Значит, в первом задании предполагается, что участники выбирают какую-то ситуацию и пишут свою точку зрения. Причем выбор ситуации зависит непосредственно от участника. Можно от конкретного, например, студента потенциального, который будет учиться у нас в открытой правовой школе. Можно выбрать задание как по уголовному праву, по семейному, гражданскому. Соответственно, второе задание, оно представляет собой кейсы, которые нужно решить. Там также есть три кейса на выбор. И еще одно задание, которое представляет собой вопросы, на которые нужно просто дать небольшой, красненький, развернутый ответ. Для чего это задание? Для того, чтобы я понимала, на что мы будем больше уделять внимание, каким отраслям мы будем отдавать предпочтение на наших занятиях, чтобы более практикоориентированно построить этот курс именно для ребят. Да, большое спасибо. Андрей, все ли в порядке со связью? Так, давайте, наверное, мы тогда перейдем к Ольге. Тогда, Андрей, сможете сейчас выйти на связь? Так, давайте попробуем, возможно, стало лучше. Давайте. Что-то какая-то напасть неожиданное со всех сторон. Давайте еще раз попрощить презентацию. Да, я надеюсь, хорошо слышно и презентацию видно. Да, да, все хорошо. Прекрасно. Да, тогда еще раз с самого начала я еще раз говорю, что моя дисциплина, опять же, она чуть более классическая, называется она международное частное право и международный арбитраж, но при этом она еще и не менее прикладная с ее прикладной важностью. С чем, собственно, дисциплина связана? Она будет освещена исследованию вопросов и, скажем так, рассказывать вам вопросов того, как работает народная торговля. Да, сейчас, наверное, стало чуть меньше в последнее время, но, как или иначе, это всегда было основой. Коллеги, которые, допустим, изучают римское частное право и которые будут это делать на курсе, подтвердят, что в целом право во многом строилось и раньше, и сейчас на том, как строится международное отношение среди лиц, которые занимаются коммерческим оборотом, бизнесом, проще говоря. И то, что я буду давать на этой дисциплине, оно направлено на то, чтобы показать вам, как взаимодействовать между собой как люди, так и различные компании, государства, собственно, в рамках международного ворота, продажи товаров, трансграничного и тому подобное. Курс будет состоять из двух основных частей. Собственно, первое, международное и частное право, это чуть более, наверное, нормативная и теоретическая вещь. Мы попробуем здесь поговорить немножко про историю развития международного частного права, потому что, на самом деле, с точки зрения того, как вклад внесла Россия в становление этого планета, он, наверное, даже огромен, поскольку, в том числе, именно в России появились первые теоретические работы обосновывающие применение норм международного и частного права и разработка в целом теории всей этой. Дальше попробуем поговорить про то, как работают коллизионные нормы у нас. Это то, что, по сути, помогает нам и судам определить, какое право применимо, если у нас есть два иностранных субъекта или один национальный субъект и другой иностранный, в том числе, в семейных отношениях, в простых гражданских отношениях, в международном оборудовании и тому подобное. Поговорим про субъекты, и там тоже есть чем рассказать, как макценируют международные компании, как макценируют государства на международной арене, почему иноффсастные деятельности, а не публичные и тому подобное. И закончим, наверное, частью про договорные право про то, как заключать договор, про то, что в них надо заключать, и что важно в целом для договора, чтобы он хорошо действует в международном борьбе. Ну, а вторая часть дисциплины будет посвящена международному арбитражу. Наверное, будет более прикладная часть, я постараюсь ее такой сделать, поскольку международный арбитраж в отличие от государственных судов, с которыми, наверное, мы сталкиваемся практически все на протереве своей жизни, это вещь немножко более редкая, но не значит, что менее интересная. И исследовать ее – это то, что, наверное, сейчас очень актуально делать, потому что в последнее время, даже несмотря на, возможно, несколько тяжелую ситуацию на внешнем рынке, международный арбитраж довольно сильно развивается, и количество дел, которые рассматриваются с арбитражем, частными судами, оно растет в целом. Собственно, вопросы будут затронуты как общие, о том, что такой международный арбитраж, как он появился, какие есть основные центры рассмотрения споров, так, и о том, как функционируют конкретные европейские суды и тому подобное. Почему это интересно тоже с точки зрения России? На самом деле Россия тоже одна из стран, которая внесла огромный впад в развитие этого направления, как в научной сфере, так и в целом. И на картинке вы можете видеть портрет Николая II, это человек, портрет, который висит в здании арбитражного суда, постоянно действующего, он называется PCA, одного из самых древнейших и старейших в целом арбитражных судов, арбитражных учреждений. И Россия внесла очень большую вклад в его развитие и становление в свою родину. Для чего же этот курс вам будет нужен? Я боюсь, что пообещать вам подготовки к Олимпиадам и тому подобное я не смогу, потому что я не встречал вопросов международного частного права или международного арбитража, который включается в какие-то Олимпиадные задания, но смогу пообещать, что этот курс будет вам полезен после, если вы все-таки решите остаться в правовой среде и заниматься правом, в том числе в студенческие годы и по их окончании. В студенческие годы это огромное количество муткордов, я думаю, вы слышали о том, что это такое, это игровые судебные процессы, может быть, кто-то сталкивался с такой вещью, как суд доделает, это тоже делает вышка, хороший проект, в целом построен по этой же модели. И есть как международные, так и российские муткорты, и то, что мы будем изучать на курсе, будет очень полезно для того, чтобы в дальнейшем в своей студенческой жизни участвовать в таких соревнованиях, в состязаниях. Ну и завершая, я, наверное, коротко расскажу о себе. Меня зовут, вы видите, на вашем экране, меня зовут Андрей Чайка, я являюсь магистром программы международной частной правой вышки, научусь на этом треке, ну и параллельно также работаю в консалтинге, в адвокатском бюро, кольку платил партнер, и при этом это уже мой пятый тут работаю, и это тоже совпало. И буду рад поделиться своими знаниями и тем, что удалось, чем удалось научиться в течение всего этого времени. Про задания, если коротко, это тоже небольшой эссе о том, почему вам интересно международное частное право, тема четко сформулирована на сайте. Опять же, свобода вашей мысли, свобода вашего смотрения, что вы хотите написать. Мне же просто интересно почитать, увидеть фото ваших мыслей, чтобы понять, можем ли вы дальше с вами заниматься на курсе. Буду рад ответить на ваши вопросы, надеюсь, что они появились, потому что тема на самом деле довольно интересная, и всем добра. Большое спасибо, Андрей, уважаемые коллеги. Есть ли вопросы по содержанию дисциплины, по заданию? Я так понимаю, что вопросов нет. Среди преподавателей открытой правовой школы не только успешные студенты, бакалавриаты, магистратуры, но и также аспиранты. Поэтому приветствую Ольгу и Сергея. Большое спасибо, Андрей, за выступление. Ольга, вас не слышно. Спасибо. Так, все, теперь слышно? Да. Добрый день еще раз. Я представляю дисциплину, которую мы будем преподавать вдвоем вместе с аспирантом факультета права, департамента международного права Сергеем Коротковым. Очень хорошо, что я выступаю следующей после презентации по международному частному праву Андрея Чайка, потому что в данном случае мы будем говорить о международном публичном праве. И здесь я могу повториться словами Андрея о том, что Россия аналогичным образом внесла большой вклад в становление и развитие современного международного права, публичного права. И на наших занятиях мы также постараемся разобраться в том числе в аспектах того, как субъекты международного права, а именно государства, классические субъекты и международные организации взаимодействуют друг с другом, в том числе в рамках торговли, но именно на основе правил международного публичного права. А также как международное публичное право относится к таким субъектам, как те же транснациональные корпорации или индивиды. Коротко освещая глубину курса, которую бы нам хотелось раскрыть Сергеем. Первые занятия, как обычно, будут теоретические, поэтому для тех ребят, кто не очень любит теорию, я советую не бояться все равно и перетерпеть. То есть, возможно, это будет не так для вас интересно, но тем не менее это необходимая часть любого предмета правового, то есть разобраться в теории международного публичного права в истории, то есть для тех, кто интересуется историей международных отношений и, в принципе, международной политики, в том числе сегодняшней, что происходит сегодня в мире, в политике, для вас, безусловно, будет интересно посмотреть ретроспективу через это, как международное публичное право формировалось. Собственно говоря, международное право регулирует отношения в основном между государствами и международными организациями, как субъектами международного права. И мы будем смотреть, собственно, на основе чего эти отношения существуют, а именно посмотрим на основные источники международного права, такие как международный обычай и международный договор. Здесь тоже будут переклички с другими отраслями права, но, наверное, самый сложный, вот одна из самых сложных тем, это идентификация судами, международными судами международного обычая, то, как понять и доказать государством, что он существует в определенной, то есть определенная практика поведения государств. Я думаю, что вам будет очень интересно, в том числе на основе кейсов, то есть одна из, один из базовых источников для вас, для чтения из материалов будут реальные кейсы, которые были рассмотрены международными судами, такими как суд ООН или Европейский суд по правам человека или, то есть еще до международного суда ООН или, например, международный уголовный суд, то есть множество международных органов, которые выносили судебные решения в отношении стран, в том числе Российской Федерации. Также мы посмотрим на то, как работают международные организации, в основном на примере ООН, но также затронем и другие системы региональные, например, Совет Европы. И в частности, какие есть возможности у индивидов защитить свои права, если на государственном уровне этого не получается сделать, а также какие есть механизмы у государства привлечь к ответственности другое государство и что нужно для этого сделать. Ну и, наконец, мы затронем право безопасности, один из основных принципов, то есть ограничение применения силы, закрепленное в Уставе ООН, о том, как он работает, какие есть ограничения и как работает международное гуманитарное право или, иначе говоря, право войны. Мне кажется, тоже в сегодняшних условиях очень актуальная тема. Курс подойдет для, я бы даже сказала, необязательно ученикам старших классов, то есть если вы интересуетесь историей, общество знания, международного отношения, вам в любом случае эта дисциплина будет интересна, только возможно будет сложновато с точки зрения источников, потому что сложный юридический язык и часть источников на английском языке, но я все равно призываю не бояться, потому что для вас это будет большой рост. Даже если в будущем вы не будете заниматься международным публичным правом, для общего развития это очень важно для понимания того, как работает современная политика, на каких правовых основах она работает. Ну и также Джессоп, который упоминал Андрей, то есть один из крупнейших и старейших мудкортов, также по международному публичному праву, это база, которая вас потом откроет двери для многих не только международных организаций, работать в международной организации, но и частных фирм, других мудкортов, которые также будут использоваться нормой международного публичного права, но и других корпораций юридических, которые оказывают услуги в сфере частного права. Ну и наконец, немножко про нас. Сергей, поскольку сейчас учится в магистратуре американской юридической, у него разница во времени, и вот он, к сожалению, не сможет присутствовать, сейчас не присутствует, но вы можете посмотреть информацию на сайте, кратко могу рассказать, что он еще уже аспирант факультета права, и опыт работы у него непосредственно связан с международными организациями, например, такими как Юниситрал или Гонконгский арбитражный центр и Международный торговный центр при ВТО. Меня зовут Ганина Ольга. Я тоже закончила бакалаврят и магистратуру факультета права по праву международной торговли, а также ездила по обмену учиться в университет Хессинки. Поэтому, если у вас есть интерес и тоже хотелось бы послушать, какие есть возможности, какие вышка в том числе предоставляет возможности по учебе, по обмену и зарубежные возможности обучения, вам, скорее всего, тоже будет интересно. У меня аналогичный опыт в сфере международного права. С одной стороны, в сфере прав человека. Я сотрудничаю с старейшей в России правозащитной организацией Московская Кельсинская группа. А на данный момент стажируюсь в Центре экспертизы ВТО. Отборочное задание вы также можете увидеть на сайте. Это короткое эссе на тему, какие проблемы, современные проблемы не может решить международное право. Здесь аналогично будет интересно посмотреть на ход ваших мыслей, в принципе, общую грамотность и умение пользоваться источниками, если будет такая потребность. Мы исходим из классических традиций преподавания в Вышке. Мы будем рады слышать ваше мнение. Мы за активное общение, за сократовский метод преподавания. В принципе, либеральный подход в обучении только приветствуется, поэтому мы ждем всех. Нам очень интересно и не терпится познакомиться с вами. Спасибо. Ольга, вы не могли бы пояснить, что значит сократовский метод преподавания? Спасибо. Сократовский метод в нашем случае, в нашей интерпретации, потому что я уже общую боюсь ошибиться, предполагает того, что мы будем задавать вопросы, которые, возможно, не имеют однозначного ответа, и путем поиска ответа на вопросы будем приходить к тем или иным истинам, в том числе нормативным, либо же философским. То есть не обязательно они должны соответствовать закону правовому, но, возможно, духу права они должны будут соответствовать. Следовательно, от учеников это требует вовлеченности. Мы понимаем, что особенно ученики старших классов очень нагружены и так в школе, и подготовкой к ЕГЭ, и олимпиадами, поэтому мы не будем там заставлять какие-то читать огромные тексты, но, тем не менее, материалы для чтения мы будем давать. То есть такая возможность проявить активность и что-то почитать дополнительно, чтобы у вас появились новые мысли с нами, поспорить, у вас такая возможность будет. Большое спасибо, Ольга. Дорогие друзья, есть ли вопросы к содержанию курса, к преподавателю, к заданию отборочному? Если вопросов нет, большое спасибо. Тогда мы переходим к следующей дисциплине, к очень интересной, которую нам представит Анастасия. Здравствуйте, Ольга. Спасибо большое. Всем еще раз добрый день. Сегодня я бы хотела представить дисциплину «Уголовное право». Хочется отметить, что я хочу осветить вообще в целом. То есть на слайде вы можете видеть то, о чем я буду сегодня говорить. В первую очередь хочется немного рассказать о себе. Я в этом году окончила бакалавриат факультета права Высшей школы экономики и поступила в магистратуру на магистрскую программу по направлению корпоративное и международное частное право. И в связи с этим может возникнуть вопрос, почему я решила преподавать уголовное право. Во-первых, я считаю то, что для школьников это один из наиболее интересных предметов, может быть. А также, исходя из того, что учебные практики, а также практику после университета я проходила в органах судебной системы, именно под руководством судей по гражданским уголовным делам, а также в Следственном комитете, я думаю, что я смогу интересно преподать данную дисциплину и дать необходимые знания. Также хочется обозначить, что вообще в принципе такое уголовное право. Я думаю, все уже имеют базовое представление о том, что такое уголовный кодекс, что такое преступление. Тут необходимо подчеркнуть то, что в курсе уголовного права изучается преступность, наказуемость деяний, также уголовная ответственность, а также те наказания, которые могут назначаться, как происходит освобождение от уголовной ответственности, от наказаний. И также хочется сказать о том, что уголовное право представляет собой две части – общую и особенную. В общей части изучаются основные принципы, основные понятия, положения, в то время как особенная часть акцентирует внимание на отдельных преступлениях, на их конкретном разборе и так далее. В рамках данного курса я как преподаватель могу поставить перед собой и перед вами такие задачи, как усвоение основных понятий уголовного права, изучение юридической терминологии, правильное ее использование в контексте как уголовного права, так и иных юридических дисциплин. Также я считаю очень важным научиться анализировать конкретные практические ситуации, но это невозможно без анализа и точного понимания норм права. Поэтому я считаю, что в данном курсе необходимо получить комплексное представление как об отрасли права в уголовном праве, так и об основных юридических понятиях, концепциях в целом. Также я считаю, что для данного курса будет очень важно научиться основам проектной работы и командной работы, так как это пригодится вам как в дальнейшем обучении, так и в профессиональной деятельности, которая вас вскоре ожидает. Что касается программы курса, вы с ней можете ознакомиться на сайте, но я хочу отдельно выделить то, что вначале мы рассмотрим. Основные понятия уголовного права, задачи, принципы. Далее мы перейдем к понятию преступления и уголовной ответственности. Рассмотрим составные части преступления, основания назначения уголовной ответственности и так далее. Далее нами будет отдельно рассмотрен блок назначения наказаний, виды наказаний, какой ответственности может привлекаться лицо за совершение преступления. И в качестве последнего блока мы рассмотрим принципы освобождения от уголовной ответственности и от наказания. Что я планирую привнести в данном курсе? В первую очередь это теория. Ее будет действительно много, но я постараюсь сделать так, чтобы основную теорию рассказать в рамках курса лекций. В то время как на семинаре я планирую акцентировать внимание на решении каких-либо правовых задач, изучении практических ситуаций. В рамках курса уголовного права это одна из базовых вещей. Также я считаю, что очень важно в рамках данного курса научиться формировать собственное мнение по конкретным проблемным вопросам. Также я считаю то, что данный курс должен быть интересен, поэтому в качестве отдельных видов заданий я планирую разработать творческие задания, также групповые работы и художественные материалы, которые мы будем с вами анализировать. Что касается оценки, вы можете видеть ее на слайде. В рамках курса я подробно расскажу, что вас будет ожидать. Но основные формы активности это, конечно же, устные ответы, решения задач. У вас также будут небольшие домашние задания и творческие. Я прекрасно понимаю, как все будут загружены, особенно в старших классах. Моей целью является не загрузить вас еще больше, а дать вам действительно полезные навыки, которые пригодятся вам как при сдаче экзаменов, так и для участия в каких-либо олимпиадах по праву или в иных сферах, которые вы выберете. И что касается итогового контроля, это будет максимально приближенный экзамен к тому, что ждет вас в университете. Это будет устный опрос в виде теоретического вопроса и решение правовой задачи. Что касается задания, вы также можете с ним ознакомиться на сайте. Я привела для вас правовую задачу по уголовному праву. И, конечно же, я не ожидаю от вас точного указания статей, норм права. Мне интересно посмотреть на ход ваших рассуждений и то решение, к которому вы придете. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Большое спасибо, Анастасия. Да, коллеги, обращаю внимание, что мы прекрасно понимаем, что вы можете и не обязаны знать конкретную статью и норму. Действительно, при выполнении всех заданий наибольшее значение для нас имеет именно логика ваших рассуждений. Это самое главное. И если есть вопросы к Анастасии и к очень интересной дисциплине уголовное право, вы можете задать или написать их в чатике. Если вопросов нет, то тогда мы переходим к другой важной и тоже фундаментальной дисциплине, к теории государства и права. И эту дисциплину представит Агтон. Большое спасибо, Анастасия. Так, меня слышно, да? Да, слышно, я слышу. Хорошо. Коллеги, добрый день. Естественно, меня зовут Антон. Я студент 4-го курса бакалавриата и УВШ. Я буду преподавать дисциплину теории государства и права. Собственно, возникает вопрос, зачем, почему эта дисциплина, да, несмотря на ее название, да, то, что теория в противове с каким-то основным практическим дисциплинам, зачем ей посвящать большое количество времени, зачем стараться пытаться понять какие-то определенные теории и концепции. Ну вот, первая причина, она, это вот критическое отношение к основным социальным политико-правовым феноменам, то есть, ну, в частности, государство и право. То есть, мы будем учиться задавать вопросы, как сформировалось современное государство, что это вообще за институт, каким образом он функционирует, каким образом устроено современное право и, возможно ли, какие-то альтернативные концепции права, существовали ли они и так далее. То есть, в целом, мы будем ставить под вопрос существующий миропорядок, под вопрос его естественности, с помощью уже разработанных теорий. И вторая причина, это вот теория государства и права, является базой для дальнейшего углубления в значении практических дисциплин. Ну вот, чтобы это продемонстрировать, сейчас покажу вам программу дисциплины. Вот, соответственно, например, тема правовые отношения, без углубления в эту тему, невозможно в полной мере понять разницу, например, между обязательственными правоотношениями и вечным правом в гражданском праве, соответственно. Без темы про мирное поведение и правонарушение, в рамках которой изучается состав правонарушения, состав преступления, невозможно погрузиться в изучении такой дисциплины, как уголовное право. Вот тема номер шесть, источники права, это та тема, которая при изучении всех остальных дисциплин правовых, практических, соответственно, является начальной темой и предшествует всем остальным. Первый раздел у нас будет посвящен, опять же, теориям права, социологическая, психологическая, позитивистская теория права, естественное право. Будем читать достаточно сложные академические тексты, но тут главное их обсуждать, главное что-то понимать, поэтому загружать, опять же, я вас не намерен. Соответственно, вторая тема – это теория государства. Здесь особое место занимает критический подход к государству, то есть то, как государство формировалось, его отличительные признаки, его отличие от других политических сообществ. И вот тема три – современные правовые системы. Мы здесь возьмем основные правовые системы, то есть это континентальная, например, система, или система общего права, собственно, в рамках которых все современные правопорядки развиваются. Формула оценивания, она здесь более-менее похожа на формулу оценивания всех остальных дисциплин. Единственное, касательно итогового контроля пока точно не могу сказать, но, скорее всего, это будет тестовое задание. Спасибо за внимание. И вот еще касательно задания, которые вы должны написать для того, чтобы поступить на этот курс, вы должны поразмышлять на тему, что такое право, каким образом право регулирует поведение людей. Здесь тоже я от вас не ожидаю каких-то сложных теоретических конструкций. Просто хочется увидеть ваши мысли по этому поводу. Ну и, собственно, все. До скорых встреч. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Антон, за выступление. Да, друзья, хотелось бы отметить, что у нас для соблюдения принципа справедливости единая формула оценивания, форму итогового контроля. Единственное, что выбирает преподаватель, каждый решает для своей дисциплины. Если у вас есть вопросы к Антону, к содержанию дисциплины, к заданию, вы можете задать ваши вопросы или написать их в чате. Если нет, большое спасибо, Антон. Тогда мы переходим к следующей дисциплине, которую представит Дарья. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Слышно, видно? Да, все видно, слышно. Отлично. Я буду преподавать такую дисциплину, как организация адвокатуры. И для начала я бы хотела рассказать о себе. Я окончила МГЮАНИ Олега Емельяновича Кутафина, институт адвокатуры. На данный момент я учусь на магистрской программе в НИУВШ. Она называется адвокат по гражданским и уголовным делам. Я занимаюсь практической деятельностью с третьего курса. С четвертого курса я стала работой помощником адвоката, в дальнейшем уже стажером адвоката по уголовным делам. И работаю судебным представителем, то есть судебным юристом в юридической компании, консалтинг. То есть я работаю как с уголовными делами, так и с гражданскими. Что же касается непосредственно данной дисциплины, организации адвокатуры. Я вообще думаю, может быть, это назвать как введение в профессию, но нет. Здесь мы с вами будем говорить именно про юриспруденцию, про адвокатуру. Очень много заблуждений о том, что адвокатура – это исключительно уголовное право и уголовный процесс. Это не так. И хочется сразу про это сказать. Мы будем с вами обсуждать, помимо того, какие права и обязанности у адвоката есть, как приобрести статус адвоката. Потому что, возможно, сейчас кто-то уже задумывается об этом, кто-то не задумывается о том, как вообще стать адвокатом. Потому что я помню себя, когда мы были на дне открытых дверей в своем еще институте в МГЮА, к нам подходили и спрашивали, что если мы поступим к вам в институт, мы сразу станем адвокатами. Вот как раз этот предмет о том, чтобы рассказать, что такое адвокатура, как стать адвокатом, что не нужно делать, чтобы лишиться этого статуса адвоката. И также данный курс понадобится вообще людям, которые думают, а юриспруденция – это их или не их? С чем вы столкнетесь, с какими сложностями вы столкнетесь в профессии? И помимо этого поговорим об интересных кейсах адвокатского сообщества, которые происходят внутри института. Что касается вступительного испытания, оно также есть на сайте, ссылочку я видела, скидывали в чат. У меня это эссе на две возможные темы, то есть это не обязательно по двум писать, которые там указаны, а по выбору. Первое – это кто такой адвокат и что я думаю о профессии адвоката. Нет никаких ограничений вообще. Я очень демократична и хочу услышать студентов. У вас есть право голоса, право выбора. Если вдруг здесь кто-то выберет в дальнейшем мой предмет, на первом занятии я сразу буду спрашивать, что бы вы хотели изучить, что бы вы хотели узнать, чтобы те знания, те сведения, ту информацию, которую вы получили, она была для вас в первую очередь необходимой, ту, в которой вы бы сами нуждались. По поводу оценивания. Уже сказали то, что оценивание у всех одно по данным дисциплинам. И все. Большое спасибо, Дарья. Уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы к преподавателю по содержанию дисциплины или по заданию? Нет. Если нет вопросов, тогда мы идем дальше. Большое спасибо, Дарья. Софья. Спасибо. 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 Да, здравствуйте. Я хотела бы представить курс семейного права, такую базовую классическую отрасль права, которую, я думаю, многие слышали и знают, даже если не связывали свою жизнь с правом. Меня зовут Софья, я студент третьего курса образовательной программы юриспруденция, участвовала в множественных олимпиадах, поэтому точно могу сказать, что семейное право является очень важным не только для олимпиадников, но и для вообще слушателей и людей, интересующихся прав. Итак, что такое семейное право и в целом, что мы будем изучать? Будем изучать отношения и как они регулируются, которые возникли из брачных отношений, то есть из брака, из родства, усыновления, то есть это такие интересные отношения, которые вообще построены изначально на доверии, а мы тут пытаемся применить какие-то жёсткие нормы права, и, следовательно, семейное право будет решать и пытаться сделать так, чтобы нормативное регулирование соответствовало этим отношениям. Семейное право будет стараться сделать каждую семью счастливой, грубо говоря, и стремиться к тому, чтобы каждая семья выглядела так, как на картинке, на слайде, однако не обходится и без интересных кейсов о разводах, ссорах и делении имущества. Поэтому семейное право будет значительно интересным курсом для прослушивания, так не обойдётся без, грубо говоря, скандалов и расследований. Какие же темы мы будем с вами рассматривать и изучать в рамках семейного права? Мы будем изучать как базовые вопросы, то есть о том, какой он избрачный возраст, какие-то вопросы о разделении имущества, что такое брачный договор, они все будут в нашем курсе. И также мы будем стараться покрывать вопросы более интересные, которые мы просто не сможем найти, читая семейный кодекс. Например, вопросы о наименовании ребёнка, можно ли назвать его так, как назвал Ил Массову, последнего ребёнка, очень интересным именем, возможно ли это в нашей юрисдикции. Вопрос о матчествах тоже очень многих интересует. Различные другие вопросы, вопросы отношения родителей, детей, права детей по отношению к родителям и какие права и обязанности есть у родителей. Различные вопросы о лишении прав и также, если успеем, будем уже говорить о усыновлении и других формах обеспечения детей, оставшихся без попечения. Соответственно, курс подойдёт не только для совершенно начинающих слушателей, но и также для тех, кто уже интересуется семейным правом, так как семейное право это отрасль, которая часто встречается в олимпиадах. То есть, точно одно задание в высшей пробе или в рабьёвых горах точно будут посвящены семейному праву. Также, насколько я знаю, ЕГЭ тоже имеет такие задания, которые могут быть посвящены семейному праву. Семейное право, конечно же, важная часть просто нашей жизни. мы всё равно когда-то были детьми или сейчас остаёмся детьми, которые имеют определённые права и обязанности. И в будущем также можем стать родителями, которые тоже будут иметь определённые права и обязанности, так как незнание закон не освобождает от ответственности, то всё-таки семейное право будет интересно и также практикоориентировано. Наш формат обучения будет больше основываться на лекционно-семинарских занятиях, однако хочу сказать, что семинары будут ополнены решением различных задач и довольно-таки головоломных задач, которые вы не сможете найти ответ прямо в статье. Мы будем стараться применять максимальную логику, пытаться применить наши знания на практике. Хотела бы прокомментировать вопросы, которые у нас есть для отборочного этапа. Вам представлены три вопроса, можете выбрать два из них, пытаясь отвечать максимально кратко, однако соблюдая свою логику. То есть здесь основным критерием будет ваша логика и пристроение вашей аргументации. Однако не расплывайтесь так сказать сильно в своих умозаключениях и не стоит уходить в философию. также я бы вам рекомендовала использовать и не бояться использовать такую нормативную базу, то есть если вы загуглили и нашли какую-то статью, которая вам кажется в семейном кодексе, которая вам кажется интересной и стоит ее ставить в свой ответ, то дерзайте, используйте ее, это будет вам только в плюс. Ну и соответственно на некоторые вопросы можно ответить как бы правильно и за правильность ответа тоже будет какое-то вознаграждение. С нетерпением жду на вашем, с нетерпением жду вас на моем курсе. Если есть вопросы, то я была очень рада на них ответить. Большое спасибо, Софья. Дорогие друзья, есть ли вопросы к преподавателю по содержанию дисциплины, по заданию отборочному? Спасибо. Если вопросов нет, тогда мы идем дальше и сейчас познакомимся с Беллой. Белла, вы на связи? Да, да. Извините, вас плохо слышно? А сейчас как слышно? Да, вроде лучше. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, еще раз. Так, видно ли презентацию, да? Да, да, видно. Да и слышно меня, да? Отлично. В общем, меня зовут Медоева Белла Константиновна, я аспирантка факультета права, высшей школы экономики, департамент теории права. Ну, коротко я расскажу о себе. Я являюсь выпускницей финансового университета при правительстве Российской Федерации, бакалавриатной литературы, юридический факультет. Далее я поступила в аспирантскую школу на департамент теории права высшей школе экономики. Работаю над диссертацией кандидатской. Также я проходила повышение квалификации, стажировки в Парижском университете в Сарбоне юридический факультет. Вот я хотела бы добавить, что я уже имею опыт преподавания юридических дисциплин, адаптированный под школьников, так как я преподаю в лице высшей школы экономики. как бы ну я уже знаю, что как это все подать. Смотрите, дисциплина это история отечественного государства и права. Коротко о сущности вообще что такое этот фигмент, чтобы вы представляли. Это одновременно дисциплина и историческая, и юридическая, так как она есть часть истории российского общества и так как объектами ее изучения являются государство и право. Поэтому вот в этом есть специфика такая, то есть ну для тех, кто интересуется одновременно историей и не только историей, но и правом как бы это все будет интересно. Смотрите, что входит в предмет это изучение возникновения развития и смены типов реформ государства и права, также государственных органов и правовых систем конкретных государств народов нашей страны в определенные исторические периоды. Посмотрите, чтобы вы представляли ранее уже выступающие, они представляли теорию государства и права. Конечно же, это все связано, то есть но обе изучают возникновение государства и права, однако смотрите, теория абстрагируется от конкретных государств при раскрытии закономерностей различных типов государств и правовых систем. А история государства и права она также изучает как теория права закономерности и особенности развития конкретных государств народов России, но уже народов России, то есть не абстрагируясь, то есть там немного другие подходы и в хронологической последовательности соответственно смотрите здесь уже представляли некоторые отраслевые юридические науки а вот чтобы вы представляли в отличие от отраслевых юридических наук история государства и права россии изучает развитие государственно-правых явлений в их целостности единстве взаимосвязи взаимозависимости смотрите также на юридических факультетах есть такая дисциплина история государства и права зарубежных стран соответственно если теория государства и права россии изучает развитие форм различных институтов форм государства и развитие правого народа в нашей страны то история государства и права зарубежных стран исследует эволюцию государства и права за пределами российских границ территории россии вот здесь пожалуйста было простите просто не листаются слайды на презентации к сожалению а вы не видите у нас первый слайд сих пор а сейчас да видно спасибо а может быть еще на предыдущие слайды показать просто если их не видели вы можете быстренько пролистать если есть возможность странно почему-то вы тогда пока продолжайте а я сейчас если что открою вашу презентацию извините что я попробую открыть и закрыть заново как бы а если вот так смотрим не в полноэкранном масштабе то видны слайды все доброте видно тогда я не буду просто в полномасштаб хорошо спасибо вот смотрите я уже рассказывал про предмет истории государства и права про ее взаимосвязь связь с теории государства и права взаимосвязь и транспортирования юридическими науками и вот здесь смотрите я хотела бы немного остановить тему эссе ну как отборочный этап и здесь у нас у нас тема с образование русского централизованного государства и развитие права второй второй половины четырнадцатого века по первую половину 16 века и в принципе ну здесь как бы я хочу обратить ваше внимание что в том числе вы особенность можете раскрывать но это будет очень интересно путем например сравнения ну интересно будет посмотреть ваше рассуждение вы можете сравнить с образованием централизованных государств например каких-то зарубежных странах показать ваше знание как бы ну то как данные дисциплины связаны вы проходите в школе и вы можете и вот это вот ну отразить в эссе тоже смотрите содержание дисциплины состоит из 20 блоков но в принципе смотрите они у меня отражены на слайдах но я считаю что нет такой необходимости можете быстренько пробежать глазами но в принципе они здесь речь идет о развитии государства и права начиная с образования русского древнерусского государства древнейших времен и по новое и новейшее время и здесь все это мы с вами будем рассматривать хронологической последовательности уже вот мне хотелось отметить что ну я уже упоминала что история государства и права относится к фундаментальным юридическим дисциплинам также как теория государства и права например и и ей принадлежит одно из ведущих мест системе юридического образования так как она является дисциплиной фундаментальной и также изучение данного предмета нам позволит вообще в принципе оценить современное наше государство и право и вообще прогнозировать его развитие то есть смотрите и ну у мной разработана собственная методика преподавания дисциплины это касается как представления материала уже также вот каких-то форм контроля ну промежуточных например адаптированное под восприятие школьников как я уже упоминала я преподаю юридическую дисциплину школьников и имею опыт такого преподавания представления материала ну рассказывать об этом очень подробно в любом случае сейчас все это не успеем спасибо большое за внимание в принципе у меня по основным моментом каким-то все если у вас остались какие-то вопросы либо по теме эссе либо просто по дисциплине можете спрашивать да друзья если у вас в дальнейшем возникнут вопросы по какой-либо дисциплин вы можете написать например мне на почту я оставила адрес в чате и я обязательно передам ваш вопрос преподавателю а если к были нет вопросов тогда мы переходим к финальной дисциплине гражданское право было большое вам спасибо 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 коллеги да одну минуту здравствуйте коллеги здравствуйте так презентацию видите да все хорошо видно слышно отлично так теперь на полный экран так прекрасно в общем здравствуйте коллеги еще раз мы как раз завершаем сегодняшний день открытых дверей и представляем вашему вниманию дисциплину которую мы будем преподавать вместе с коллегой анастасией под названием гражданское право и так ну давайте тогда на себе представиться потом я представлюсь для того чтобы мы уже приступили к раскрытию того материала который мы будем преподносить и преподавать вам настя тебе слово тогда да спасибо тимур меня слышно же надеюсь меня зовут анастасия я студентка четвертого курса образовательной программы юриспруденция ну также я достаточно продолжительное количество времени участвую в различных олимпиадах и имею большой опыт в плане подготовки именно к олимпиадам но также у меня есть опыт подготовки и к егэ и также отдельной подготовки к олимпиадам школьников тимур продолжи пожалуйста хорошо тогда я тоже кратко представлюсь но на самом деле по моему информация о нас уже есть на сайте но тем не менее кратко я являюсь выпускником мг ю а в прошлом году я окончил институт бизнес права с отличием и в прошлом же году я поступил в высшую школу экономику на программу магистрского адвоката по гражданским уголовным делам практикующий юрист вот член ассоциации юристов россии дело в том что тут написано эксперт сми потому что я очень часто давал комментарии по правым вопросам на там журналах различных да это там в топовых сми различных и в том числе на телевидении и плюс еще являюсь преподавателем правовых дисциплин ну в онлайн школах различных и также имеется опыт в подготовке к егэ по истории по обществознанию поэтому в этом плане формат взаимодействия общения у нас с настей он имеется поэтому давайте приступим к существу так сказать итак дисциплина которую мы будем преподавать вести называется гражданское право дело в том что вот как вы видите на слайде написано что это самая объемная непростая но в то же время очень интересна отрасль права и по своей так вот практике когда я учился и когда я в том числе там общался с учениками я понял что все таки там большое количество пересдачи возникает вот по этому предмету или же по к примеру гражданскому процессу почему потому что очень много всего предмет объемный предмет очень важный и является ну таким вот хлебом для большинства юристов скажем тогда это сердцевина наверное сердцевина всех сердцевина права в том плане что большое количество гражданских дел как в судах общей юристикции так в арбитражных судах но если мы так таким образом говорим что этот предмет такой какой-то большой объемный да и так далее и тому подобное это никоим образом не означает что этот предмет невозможно освоить или же мы вас настраиваем к тому что мы будем настолько там выражаясь там современным языком душнилами а которая сделает там все для того чтобы вам предмет не понравился мы наоборот будем стараться по крайней мере мы будем стараться делать так чтобы вы слышали о праве простым доступным языком от нас и вы понимали что с правом вы соприкасаетесь каждый день даже когда просто приходите в магазин покупать обычную там жвачку хлеб вы по сути совершаете до юридические действия которые там порождает изменяет или прекращают право отношения различные и вот с этой точки зрения как раз таки мы будем смотреть мы будем смотреть на то как как это право работает в жизни не только как это в идеале в теории устроено да но как это применяется в жизни ну и конечно же тут еще написано что где могут понадобиться знания знания могут понадобиться понятное дело как в школе для подготовки к и г по блоку права в общество знаний знания могут пригодиться в универе при поступлении там при вступительных испытаниях они могут понадобиться при написании олимпиад различных и так далее поэтому если вы сейчас начинаете изучать ну или знакомиться с правом да то это очень хорошая возможность для того чтобы прокачать свои знания на вот таком классном проекте настя тебе слово да спасибо на этом слайде вы можете увидеть наш план занятий но это план занятий на наше ближайшее полугодие в следующем полугодии у нас будет уже другое расписание и так первая часть нашего учебного курса состоит из общих положений о гражданском праве как например вот в виде гражданское право гражданские правоотношения то есть базовые институты базовые понятия с вами изучать в том числе часть обязательственного права также основа собственности все это даст нам возможность в следующем полугодии изучать отдельные виды обязательств то есть договоры также наследственное право и право интеллектуальной собственности да вот как сказал настя мы понятное дело вот темы здесь у нас насколько я помню на первом полугодии да то есть вот на семестр скажем так вот и то что настя говорил там про право интеллектуальной собственности остальные это получается там во втором полугодии занятия будут идти целый год и в общем то говоря это будет полноценная такая но квази универская жизнь до квази универское такое обучение получение образования потому что более-менее приближенные варианты будут но при этом вы поймите что с нашей стороны не будет каких-то жестких санкций видит там не сдачи экзаменов или виде отчислений или в виде да всех этих санкций которые существуют но это не означает о том что к примеру ничего не нужно будет делать да мы будем стараться чтобы занятия проходили интерактивно и скажем пару слов о контрольных рубежах но на самом деле тут уже коллеги говорили там един единая система оценивания всех знаний вернее по всем предметам да и понятно дело для нас это не исключение вот но тем не менее я от себя тут добавляю одну деталь вот пункт 1 здесь в котором предусмотрено ну скажем так это будет по желанию для тех ребят которые захотят вообще согласятся на это это мозговые штурмы что это такое если вот буквально там в двух словах то это быстрые опросы по пройденному материалу для чего это делается для того чтобы вы в принципе закрепляли уже полученные знания и могли воспроизводить их на уровне короткой памяти если вы будете их постоянно как бы так вернее мы будем с вами да воспроизводить то они будут откладываться в долговременной памяти да или как там называется не помню нейрофизиологии немного забыл вот и в целом это будет вам помогать не только именно в гражданском праве да но и в целом вашей системе образования потому что понятное дело что все будете сдавать егэ да и другие штуки пока вы находитесь в школе что еще ну вот контрольной работы об этом мы с вами но об этом коллеги тоже говорили мы не будем опять повторяться потому что такую вот систему от начала до конца я пока сам не понял вот каким образом будут происходить процессы оценивания но могу сказать не перерывайте ребята вопросы будут вполне адекватными именно для школьников потому что мы понимаем что вы впервые соприкасаетесь с правом да вы и при этом это не универские скажем так вы не универские ребята которые к примеру имеет определенный бэкграунд возможно среди вас есть олимпиадники возможно среди вас есть уже там любители права но тем не менее все таки мы будем ориентироваться на то чтобы вот обучать в школе и будем самым простым доступным языком объяснять да и соответственно требования будут на том же уровне что тут третий пункт ну да я вот вначале об этом сказал по третьему пункту да что мы не учителя в школе не преподаватели в универе которого строги строго оценивают полученные знания и ставить там плохие оценки если вы там не сделал не сделали домашнее задание или что-то в этом роде есть у нас будут то есть у нас будут кейсы у нас будет очень интересная судебная практика мы будем смотреть на право с точки зрения того как это работает или как это закреплено по крайней мере в законе как это работает на практике как толкуется это различными судами потому что где-то там нет однозначного мнения у судов до до тех пор пока это дело не дошло до верховного суда иногда доходит до верховного суда но все равно мнение судов разнятся об этом тоже будем говорить ну про доктрину конечно же еще и что тут еще пункт 4 об этом самом начале нашей презентации я сказал но отмечу еще раз что гражданское право то отрасль права который является самой объемной большой сложный но очень интересный отрасль права мы постараемся рассказать простым языком и расскажем на примерах что все-таки вы соприкасайтесь с правом несмотря на то что каждый день да там совершая обычные мелкие сделки каждый день и будем будем рассматривать как к примеру не знаю каким образом смотреть на норму права каким образом регулировать скажем так отношение которое возникает между вами и другими третьими лицами и решать кейсы при желании да смотреть практику изучать ну в общем в каком-то таком вайбе все это будет проходить на этом у нас по моему все да ну да у нас все да но я также хотела бы отметить что для нас главной целью является то чтобы у вас появилось понимание того как работает гражданское право как есть институты как эти институты работают и понимание самое главное для нас того чтобы того чтобы вы понимали суть того какие институты и что это из себя представляет спасибо большое за ваше внимание спасибо вам коллеги да приходите ждем всех на гражданском праве будем всех рады видеть большое спасибо коллеги друзья есть ли вопросы к преподавателям к содержанию дисциплины а если вопросов нет тогда мы завершаем день открытых дверей открытой правовой школы а я еще раз благодарю всех присутствующих и напоминаю что прием заявок у нас проходит до 2 октября включительно занятия у нас начнутся 10 октября заявки необходимо подавать на сайте открытой правовой школы факультета право и обязательно прикрепить выполненное задание было очень много вопросов по поводу заданий хотелось бы отметить что не нужно пугаться еще раз повторюсь для нас важное значение имеет именно логика ваших рассуждений это в первую очередь мы всех ждем если у вас возникнут вопросы я продублировала почту моя почта также указана на сайте открытой правовой школы поэтому вы можете смело писать мы постараемся ответить если у вас также будут вопросы к преподавателям вы тоже можете мне написать и я обязательно передам ваши вопросы большое спасибо друзья ждем всех с удовольствием до встречи до свидания до свидания до свидания спасибо до свидания спасибо всего доброго